Добрый вечер! В первую очередь хотел бы поздравить вас всех с этим грандиозным праздником. Поэтому есть возможность молодым людям поговорить, встретиться, обсудить многие вопросы. Эти фестивали молодежи носят уже достаточно долгий характер. Я в одном из них принимал участие когда-то. Я надеюсь на то, что вам удалось за эти дни поговорить со многими теми, кто здесь приехал, со многих стран. Есть о чем поговорить. Мир не стоит на одном месте. Абхазия – небольшое государство, но с глубокой историей. Уходящей начало 2-го, 1-го тысячелетия до нашей эры. Абхазия была достаточно сильным государством. Абхазское царство достаточно активно влияло на многие процессы, которые были на тот период. В последующем были сложные процессы, которые сказывались, конечно, на судьбах нашего народа. Но, к счастью, Абхазия выжила, и сегодня мы – суверенное государство. Да, пока нас еще мало государств признало, но это процесс непростой. И он носит длительный характер. Все зависит от нас самих. Как мы сами у себя внутри выстроим свою жизнь, какая будет экономика, какие будут внутренние политические процессы. Как мы будем соотноситься со всем остальным миром. Мы очень хотим этих отношений. И мы понимаем, что с нами в одночасье все не будет выстроено. Но в то же время наша активность нацелена на то, чтобы было понимание того, что такое Абхазия, кто такие абхазцы, кто такой абхазский народ. И я не сомневаюсь, что этот процесс будет позитивным. Сегодня мы можем смело сказать, что Абхазия поднимается с колен. Мы перенесли тяжелейшую войну. Для маленькой страны это была губительной войной. Но мы выжили. И сегодня можно сказать, что с помощью России идет процесс становления Абхазии. Мы получаем достаточно серьезную помощь. Но и при этом говорим открыто. Мы должны сами строить свое государство. Опираясь на эту помощь. И у нас уже есть определенные успехи. Экономика Абхазии достаточно интересная. Мы туристическая, по большому счету, страна. Количество людей, посещающих Абхазию, из года в год растет. И не использовать все наши географические и климатические возможности было бы неверно. Но в Абхазии есть и другие направления деятельности. Это аграрный сектор, который очень интересен для многих тех, кто живет вокруг нас. Мы экологически чистая страна. У нас, как и в прошлые годы, в советское время, нет таких крупных производств, которые бы загрязняли нашу атмосферу, нашу природу. И то, что мы сегодня делаем, нацелено на то, чтобы страна сохранилась бы, сохранилась бы с ее красотами. Активно пытаемся выстраивать, я еще раз хочу отметить, отношения с теми, кто нас признал. Это Венесуэла, Никарагуа, Пануату, Науру, Приднестровье, Южная Осетия, Нагорный Карабах. Сама Россия, которая активно участвует во многих процессах, которые позволяют Абхазии стать государством совершенно другим. Сегодня Абхазия уверенно двигается вперед, двигается в сторону как раз-таки становления своей экономики, становления своего государства. И мы, я повторюсь еще раз, хотим отношений со всем миром. Мы понимаем то, что нас в одночасье все не признают, но мы должны продемонстрировать, что мы являемся государством, у которого есть задачи, нацеленные на то, что состоятся. Я надеюсь на то, что за эти дни вам удалось обговорить многие вопросы на тех площадках, которые были на этом форуме. Несомненно, это полезно. Полезно и для нашей делегации, которая прибыла сюда. И все те отношения, которые были выстроены за эти дни, позволят еще больше узнать об Абхазии тем, кто приехал сюда. Я рад с вами сегодня вот здесь говорить. Если у вас есть ко мне конкретные какие-то вопросы, их, наверное, будет много, и я готов отвечать. В первую очередь я хотела поблагодарить за то, что пригласили нашу делегацию из Черкеска на встречу с Саулем Жунковичем. А во-вторых, у меня нет вопроса. Я просто хотела поблагодарить за то, что оказываете всяческую поддержку нашим соотечественникам из Сирии. За то, что открываете для них двери Абхазии, принимаете их радужно и делаете все возможное, чтобы они чувствовали себя в Абхазии как дома. Спасибо вам от лица всего молодежного крыла Абхазии и выражаем вам благодарность. Надеемся, что с вашей молодежью, с Абхазией, мы сможем какие-то проекты вместе реализовать. Мы очень открыты для общения и есть у нас в Инстаграме страница. Обращайтесь, давайте вместе, совместно сохранять нашу культуру в полклубок. Спасибо. Я затрону ту тему, о которой вы сейчас говорили. Что касается Сирии и той ситуации, которая складывается. Да, действительно, Абхазия, несмотря на то, что ей самой непросто. Мы приняли порядка 500 семей. Они обустроены, получили кровь, получили работу. Часть из этих людей, молодых людей, вернулась опять в Сирию для того, чтобы встать рядом с правительственными войсками и готовы до последнего защищать свою страну. Надеюсь на то, что те, кто вернулся, закрепятся и не потеряют при этом связь из Сирии. Мы очень рады, что с приходом нового руководства, как в Абхазии, так и в Адыгее, как нам кажется, потеплили отношения между нашими двумя регионами. И история показывает во все времена, что ближе, чем у Адыга, Абхаза и Абхазина друг у друга никого нет. Это показывала история и в 100 лет назад, и в 90-е годы, и в последнее время. У нас, как нам кажется, не хватает общения между нами, между молодежью. У меня много друзей в Абхазии, личных частные каналы, частные знакомства, частное общение. Но я хочу попросить или предложить вам организовать более тесное взаимодействие между нами, между молодежью Адыгее, Кабаринобалкарии, Кречерки, Шапсуги и Абхазии. И может быть вынеси такое предложение, создать какой-нибудь хотя бы раз в год на недельку такой летний молодежный лагерь. И предлагаю на базе Абхазии. Все такие страна души, море, горе, у вас все есть. Несомненно, вот то, что касается нынешнего положения дел, у нас очень активная работа проводится со всеми руководителями Северного Кавказа. Мы встречаемся с людьми, которые связаны тесно с Абхазией, люди, которые воевали рядом с нами. И, конечно, мы открыто говорим о необходимости усиления работы по линии молодежи. Что касается лагерей, добро пожаловать. Я готов, как руководитель этого государства, участвовать в создании условий для того, чтобы вы активно общались. Для нас это очень важно. Меня зовут Долу Глобо. Я представляю республику Абхазии на этом фестивале. Как вы и сказали, на этом фестивале очень важна неформальная часть. И эта неформальная часть позволяла нам эти дни каждый раз с удовольствием рассказывать о нашей республике. И нас иногда приятно уделяли люди, которые из Европы и из других стран всего мира, но они знали, что за нас. И сегодня у нас в Костях, помимо всех стран Кавказа, Приднестровья и других, присутствует студентка из Италии. Мы с ней познакомились 2-3 дня назад на ужине. И когда мы говорим, что мы из Абхазии, с глазами у человека Брилетский она знает про это. И выяснилось, что она знает достаточно много о нас. Но она также с интересом расспрашивала, узнавала. И было приятно, что мы решили позвать ее сюда. Она хочет, чтобы про Абхазию написали в газете «Ее регион». И у нее небольшой маленький презент для вас, который она успела подготовить своими руками, ну, наверное, вчера вечером, за ночь. Потому что она посчитала, что не может прийти сюда с пустыми руками. И она хочет его вам вручить, сказать пару слов. И, так сказать, чтобы со всеми теплыми пожеланиями получила письмо от Абхазии в ее регион, которое она публикует в газете. Добрый вечер, я могу переводить. Она извиняется за то, что не говорила ни на русском, ни на абхазском. Спасибо, что дали возможность выступить перед вами. Меня зовут Амия Сантиньи, представляю здесь Италию. Я познакомилась с ребятами с Абхазией два дня назад, а до этого знала об Абхазии через интернет, через разные СМИ, которые где-то как-то смотрели на Супоминаде. Я представляю только себя, но когда я знала об Абхазии, больше я знаю, больше я знаю, больше я рекомендую, больше я рекомендую свою региону. И, так сказать, я думал, что я хотел сделать маленький дону для Республики, для президента. С момента как узнала об Абхазии заметила много, большое сходство между своим родным регионом и в плане культуры, ну, культуры общения, культуры человеческой и природной также. И успела подготовить небольшой подарочек, извиняйте за то, что он такой маленький. Моя желание, с этим подарком, хочу пожелать Абхазию мир и развитие, и через этот подарок рассказать уже у себя на родине, у этой маленькой Республики. Всем, кому смогу. В данном случае она просто добавляет, что я представляю пока что саму себя. И просто добавлю, она вчера второй фразой извинилась за то, что Италия нас еще не признала. АПЛОДИСМЕНТЫ Уважаемый Рауль Межункович, меня зовут Алексей Цуркан, я руководитель делегации Приднестровской Молдавской Республики. В первую очередь, позвольте поблагодарить вас за предоставленную возможность провести вот такую совместную, открытую встречу наших дружественных и братских республик. Позвольте передать вам привет от президента Приднестровской Молдавской Республики Вадима Николаевича Красносельского. Ну, и наши студенты подготовили для вас небольшие сувениры. Это элемент экипировки делегации Приднестровской Молдавской Республики. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И памятник, знак Приднестровья. Спасибо. Я представитель Южной Осетии. В свою очередь, хочу поприветствовать вас от молодежи Южной Осетии. Мы любим Абхазию, знаем Абхазию и всегда гордимся тем, что вы у нас есть. Спасибо большое. Здравствуйте. Я хотела бы поблагодарить, безусловно, за то, что вы нас здесь собрали с нашими братскими соседними республиками, государствами. Отметить вашу открытость к молодежи, ваш интерес к молодежи. Это действительно очень важно. И я рада за ребят, что у них такой руководитель государства. И от лица всей молодежи Кабардино-Балкарии я бы хотела поблагодарить вас за то, что, когда мы приезжаем в Абхазию, мы чувствуем себя как дома. И за ваш прием. И когда ты говоришь, что ты Кабардинка, тебя встречают. Я не знаю как. Спасибо огромное, ребята. И я знаю, все рвутся к вам, но я бы хотела просто вас пригласить к нам. Ребята, молодежь, если кто-то будет у нас в наших краях, пожалуйста, обращайтесь, если нужна какая-то помощь, поддержка. Мы открыты, наши двери для вас открыты. Спасибо. Я бываю часто на Северном Кавказе. И в процессе этих поездок, несомненно, я стараюсь попасть и в Кабардино-Балкарию. Буквально некоторое время тому назад мы были на празднестве, которое проводилось в Нальчике. Я горжусь этими отношениями. Горжусь тем, что многие те, кто был в Абхазии в качестве ребят, вставших с нами, сложили головы. Хочется, чтобы все эти усилия, которые были предприняты теми молодыми людьми, чтобы мы помнили, чтобы мы усиливали бы все эти отношения. Для нас очень важно это сохранить, преумножить. Мы с вами братья. Для нас важно, чтобы эти отношения были бы крепкими. Спасибо. Здесь есть представители Никарагу. Для нас очень важно, несмотря на то, что между нами огромнейшее расстояние. Но мы настолько близки. И все те процессы, которые были за прошедшие годы, свидетельствуют о том, что эти отношения должны наращиваться. Между нами действительно очень хорошие и теплые отношения. Подписано много соглашений, которые, к сожалению, из-за определенных вопросов коммуникации не всегда удается реализовывать. Но, несомненно, это должно получать дальнейшее развитие. И мы верим в то, что эти отношения будут наращиваться. Добрый вечер, señor президент. Somos de la generación de Nicaragua. Мы представим с территория Нicaragua. Носово, todos, студенты universitarios. Мы все являемся студентами universitaria. Который, в номере, в пыль, 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 в пыль. Который, в пыль, в пыль, в пыль. Который, в пыль, в пыль. И просьба вам, и наше тоже самое доброе пожелание вашему народу, вашему руководству. У нас буквально некоторое время тому назад была делегация во главе с министром иностранных дел на инаугурации и многое рассказывали наши ребята, когда вернулись о теплом приеме, об отношениях. И мы гордимся, гордимся тем, что у нас есть такие друзья. Спасибо. 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 Спасибо.